Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, а это значит, что сегодня мое очередное видео на YouTube. Меня зовут Нара, я риелтор в Северной Вирджинии. Работаю уже 16 лет и делюсь с вами информацией о том, как покупать, продавать недвижимость. Ну и в последние недели я делюсь с вами информации о том, что реально происходит на рынке недвижимости. Конкретные данные по статистике именно в нашей области, в Северной Вирджинии, плюс то, что говорят нам эксперты, основываясь на их каких-то исследованиях, статистике и так далее. Если у вас есть вопросы и вы хотите посмотреть или вы хотели бы узнать, как что-то делается в процессе покупки-продажи дома, как подготовить дом или как подготовиться к покупке дома. У меня эти все видео уже есть на канале, поэтому, пожалуйста, смотрите и находите на все ваши вопросы. Я надеюсь, вы найдете ответы. Если нет, обращайтесь, я отвечу. Ну а сейчас давайте поговорим о том, что же все-таки происходит на рынке в данный момент. И начну я с того, что нам говорят эксперты, и потом перейду уже на конкретную статистику непосредственно того, что происходит в наших разных каунти в Северной Вирджинии. Если есть вопросы по Мэриланду, обращайтесь, я тоже вам могу дать эту информацию, просто я в Мэриланде не работаю, но у меня есть возможность предоставить вам такую информацию. Я просто не хочу ее выставлять в видео, чтобы не увеличивать время. Это и так уже будет довольно долго. Так что давайте, поехали. Ну, как вы помните из прошлого моего видео, да, разговор шел о том, что эксперты и большие финансовые корпорации, большие аналитики, think tanks, все прогнозируют, что, на тот момент прогнозировали, что в рекавери будет V-shape. Если вы помните, мы говорили о том, что в рекавери может быть V-shape, U-shape, L-shape. V-shape – это когда все быстро падает, но в то же время быстро поднимается, мы долго не сидим, как говорится, вот в этой заднице. U-shape – когда мы падаем, немножко мы как бы сидим внизу, но потом мы опять быстро поднимаемся наверх. L-shape – это вот когда была депрессия, да, когда мы, когда экономика упала и долго-долго-долго, несколько лет, 12 лет сидели все вот внизу, вот в этом ужасе, потом оно потихоньку начало выходить наверх. Так вот, на прошлой неделе разговор был о том, что вроде как рекавери будет V-shape. На данный момент сейчас уже разговор идет о том, что все больше экономистов все-таки склоняются к тому, что это все-таки будет U-shape, то есть какое-то время мы все-таки посидим немножко в проблеме, но мы начнем все равно быстро выходить из этого. Это на момент 15-20 апреля. Все равно люди, которые думают, что, как бы экономистов, которые думают, что это будет очень плохо или что будет возврат, как видите, double-shade, гораздо меньше, чем тех, кто все-таки думает, что мы вернемся быстро. Это все основывается на тех данных, не только на экономических данных, но и на научных данных, на бизнес, на том, с точки зрения науки, насколько, если вирус вернется осенью или нет, мы как бы они должны это все тоже рассчитывать. Если, допустим, бизнесы откроются, пойдут ли люди обратно покупать, пойдем ли мы в эти магазины, пойдем ли мы в эти места общественного пользования, я не знаю, я, например, побоюсь, даже если они откроют здесь, наверняка многие из нас тоже. Это тоже нужно рассчитывать и смотреть на это, прогнозировать. То есть они стараются смотреть на все, и вот на основе их вот этих вычислений мы понимаем, что большинство склоняется к тому, что все-таки мы идем на U-shape. Но опять-таки это нужно все воспринимать, как говорится, немножко с долей скептицизма, потому что никто не знает, прецедента не было, никто не знает, что из этого всего будет. Давайте все-таки посмотрим, что же происходит у нас сейчас в наших каунтис. Значит, я пройдусь по каунтис, я не буду смотреть более макроскопично или микроскопично, не знаю, я не помню различия, да? Пройдемся по каунте. Если есть желание посмотреть на ваш конкретный нейбоход, ссылку я спущу в описании этого видео, вы можете всегда пойти по этой ссылке и более подробно посмотреть, что происходит у вас непосредственно в вашем городке, в вашем zip-коде или в вашем нейбоход. Так вот, в Fairfax County на момент 23 апреля, посмотрите, вот эта цифра говорит о том, что домов на рынке на 12,9% за последние 30 дней больше. Но, тем не менее, новых домов на рынок вышло на 9,6% меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что те дома, которые стояли на рынке, они еще стоят, и количество дней на рынке тоже немножко уходит наверх, видите? Но при этом средняя цена немножко спустилась, за последние 30 дней она опустилась на 3,6%. То есть, ну это в принципе, оно и соответствует данной ситуации, тут уже как бы не поспоришь, да? Да, понижаются цены на дома, и цена, соответственно, на square foot тоже уменьшается. Давайте посмотрим Prince William County, да? Это Woodbridge, Stafford, это, не Stafford, а Woodbridge, что там, Manassas, Gainesville, та сторона. Тоже, смотрите, количество домов на рынке за последние 30 дней увеличилось, при этом новых, количество новых домов уменьшилось, и цена средняя немножко-немножко-немножко упала. Там и так были дома, в принципе, более подъемные по цене, но все равно ситуация соответствующая экономике. Смотрите, что происходит в Loudoun County. То же самое, количество домов на рынке увеличилось, но не на много, то есть все равно люди покупают. Но количество новых домов очень сильно сократилось, выходящих на рынок. Но цена при этом не сильно пострадала, ну как бы, в принципе, пострадала, да, 1,3% за 30 дней, это в принципе не так мало. Дальше, смотрите, Arlington. Да, новых домов стало меньше, да, дома стоят на рынке, они стоят на рынке дольше, посмотрите, Days on Market увеличились, но при этом цены пошли немножко наверх. Ну, Arlington это Arlington, тут, конечно, не поспоришь. Дальше, Alexandria, причем это City в Alexandria, это не County, это именно City. Здесь уже цена более серьезно упала вниз за последние 30 дней, то есть здесь уже более серьезный импакт пошел. И давайте посмотрим, наконец, False Church, то же самое, та же самая картина, соответствующая состоянию экономики. То есть сейчас мы, в принципе, не видим особой разницы в том, что происходит на рынке, и с тем, что мы слышим в заголовках, просто все не так сильно, не так страшно. Что вижу я на данный момент конкретно как агент? Значит, смотрите, дома все еще выходят на рынок, да, выходят, но они не так выходят интенсивно, как они выходили. Мои покупатели все, с кем я разговариваю, я стараюсь как бы сказать, что, ребят, давайте, может быть, все-таки переждем, потому что мы не знаем, куда пойдут цены, может быть, можно будет что-то купить подешевле, схватить вот этот момент перед тем, как оно пойдет. Но при этом нужно всегда помнить про процентную ставку, да, со всеми этими вливаниями в рынок. Мы не знаем, как поведет себя инфляция, ну, мы знаем, как поведет себя инфляция, мы не знаем, как это повлияет на процентную ставку. Но при этом всегда нужно помнить, что сказочных цен не будет, даже экономисты нашего Национальной Ассоциации Риелторов соглашаются с нами и говорят, что да, будет удар, но это не будет таким сильным ударом и цены сильно не пострадают. Поэтому если вы думаете все-таки продавать или покупать, все-таки еще можно это делать, не нужно бояться, мы все перестраиваемся и дома еще продаются. Но это так, отошли в сторону, да? Ну что ж, на этом я, наверное, закруглюсь на сегодня. Я надеюсь, что информацию, которую я вам предложила сегодня для вас оказалась интересной и полезной. Обращайтесь с вопросами, если есть какие-то пожелания, тоже, пожалуйста, обращайтесь. И хочу пригласить вас тоже на... Я еще не знаю, когда мы провели на русском языке с моим партнером, Лендером Таней Ивлевой, мы провели такой вебинар, где мы рассказали про ситуацию, мы ответили на вопросы, мы вкратце рассказали про процесс покупки, мы объяснили, что нужно, чтобы получить приаппровал. Вот это все мы все-таки рассказали, но у нас был... этот вебинар прошел на 2,5 часа. У нас была очень хорошая, как говорится, аудиенция. Люди, которые к нам позвонили, с которыми мы познакомились, которых мы раньше не знали и которых мы раньше знали. Мы поговорили очень хорошо, нас спрашивали очень такие дельные, очень хорошие вопросы, на которые мы ответили. И мы решили, что мы, наверное, будем это делать каждый, я надеюсь, месяц, по крайней мере сейчас, когда вот эта вот динамика вся происходит и непонятно, что происходит на рынке, чтобы мы могли хоть в прямом эфире, как бы напрямую ответить на ваши вопросы. И мы будем делать такие вещи каждый месяц. Следите за объявлениями, я выставлю обязательно, как только мы решим, когда и что. Вот, и пожалуйста, если у вас есть вопросы, и вы хотели бы, чтобы мы на этих семинарах, вебинарах затронули, кидайте их на комменты или обращайтесь ко мне напрямую с удовольствием перед вам Таней, и мы разработаем такой семинар, вебинар, чтобы было как можно больше пользы. Ну и на этом все, до следующей пятницы, я надеюсь, в следующей пятнице ситуация будет более позитивная, но никто не гарантирован. Держитесь, оставайтесь все здоровыми, и надеюсь встретиться с вами когда-нибудь лично, когда все это пройдет. Счастливого и хороших вам выходных, несмотря ни на что. Пока!